ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что ж, народ, вот такая погода в Крыму чудесная. Где-то застряла моя машина. Где-то она едет. А вон она едет. Ну вот наша сверотливая такси. Вези, вези, такси, такси. Привет, здорово. Фу, все, ребята, Крым мокрый, холодный. Ну и он нафиг. Ой, а здесь можно поспать. Реально, то, чего мне не хватало в самолете. Я что-то книжку читал. На ней уже спать на ней буду. Будем разглядывать все, рассматривать. И обшипывать. Так, ребятки, Алушту проезжаем. Вот такая вот съезд. Замечательная. Алушту. Алушту. Все, проехали. Проехали, кончилась Алушта. Ну, погода. И все время, что я буду в Крыму, погода будет такая мерзопакостная. То ли я с собой зацепил из Москвы, то ли еще чего. А у нас в Москве, кстати, будет до ноля опускаться ночью. Так что я ничего не пропущу. Прилечу домой. Должно потеплить. О, красотища какая. Ладно, ребят, пока едем, я вам немножечко расскажу об этом автомобиле. Вообще, ялтинские такси, кстати, вызывал через Uber. Ялтинские такси достаточно недорогие, очень вежливые водители. Машины, как видите, свежие. И подача с ожиданием месте обходится вот 600 рублей из Симфероболя до Ялты. Самая прикольная фишечка, что здесь в эту же стоимость еще входит шампанское. Вот из таких серебряных бокалов. Вот с такими монограммами, видите? Шампанское там в холодильнике. Что-то после самолета пока пить не хочется. Ну, в принципе, если ты его не выпил в машине, то его можно забрать с собой. Бокал, правда, не отдаю. Кстати, батальчик имеет вот такую специальную подставочку. Хоп, и вот так вот держится. Что сказать, приятный автомобиль. Номерок телефона дам в личку. На подработку. Пока Тимофеевич загулял и будет. 5 литров, полный привод. Кожа, рожа, перфорация, массаж жопы. Все дела. Вот такое кресло было бы в самолете. Было бы вообще замечательно. Такого кресла, ребят, в бизнес-классе даже нет. Можно спать. На самом деле, мы уже практически подъехали к Ялте. Километров 20 осталось еще. Ну вот, к Гурзуфу скоро подъедем. Портнит. Портнит. А вот, смотрите, какие перепады высот были. Сейчас идем на высоте 180 метров. Было до 525 доходило. Ну что, ребята, мы заехали уже в Ялту. Еще чуть-чуть и приедем в наш палаточный городок. Там ждет меня палатка, потому что, сами видите, погода вообще не купальная. Так что, буду переживать непогоду в палатке с видом на море, на горы. Вон на том копчике. А уже не видно. Вот они, просторные ялтинские улочки. Вы видите, как у меня Шанхай везут? Все за 600 рублей. Симферополь, аэропорт Ялта, Шанхай. Ялта. Я уже здесь давно достаточно не был. В Крыму я был в прошлом году, я вам показывал видео. Но в Ялте я так и не побывал. Вот в этом году я добрался до Ялты. Цель этой поездки, да не знаю, наверное, просто сменить обстановку. А то я все дома и дома, да? Никуда не выбираюсь. Вот. Уже два дня дома сижу, так долго. Надо куда-то съездить. О, кстати, сегодня у Андрюхи Чеховского день рождения. Андрюха, с днем рождения тебе. Счастья, здоровья тебе. Вот. И... Чтобы твоя шапка на первом канале мелькала. Вот. Все, я за тебя в Ялте здесь тоже поотмечаю. Ну, как бы то, что ты меня не позвал, то осадочек остался. Водитель говорит, дорогу знаешь, довезу. Ну, так, ребят, здесь дебри такие, что навигатор даже с ума сходит. В общем, не можем мы найти место. Тут какой-то хостел стоит, короче. Я его забронировал, а вот как сюда проехать, есть точка. Так, ну что ж, вот мы приехали. Я знаю, о чем говорит. Я Владимир Манков, директор корпорации Технад. Мы производим через рецепт. Сиротские коляски стоят. Все, все, мы на месте. Так, ребятки, вот мой номер, вот такой вот, где я разместился. И буду все эти три дня проживать. Потому что погода вообще шансы не оставляет нам. Просто вид из окон, даже кусочек моря у меня видно. Вот тут бассейн здоровенный. Дожди кончатся, будем купаться вечером. Вот в эту сторону, что видно. Горы, вон там они за тучами. Горы, 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 горы. Такс, ну все, окна у меня два, балкона у меня нет. Телевайзер есть. Такой столик. Иванчик. Все, замечательно. Да, твалит. Тушевая. Вот, даже Валера есть, елки-палки. Вот так вечерами студенты хостела развлекаются игрой бильярд. Вечером будет очень интересное зрелище, бильярд и свеча. Здесь зажгут 48 свечей. Специально придет свечник со свечным ключом и зажгет свечи. Народ, короче, льет ливень. А мы идем купаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, дождь-то че такой холодный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У-у-у-у-у. А-а-а. Блин. Братан, не макай только, ладно? А тут у тебя не такая камера, без... Она, прыгай, защищенная, а не подводная. А-а-а. Бер, может, не надо? Надо, Федя, надо. Капец. Капец. Куда я попал, блин? Солнце, море, Крым. Вера. Хо-хо-хо-хо. Вера, я как, глубина, видел такая? Смотри. Я показываю глубину, смотри. Давай. Глубота. Очень глубоко. Всё, ребят, я поплыл обратно, верну камеру на место, потому что сейчас в камере будет пипец. Да не, ну она промокнет просто, она брызгозащищённая, не влагозащищённая, без бокса. Тебе как Чапаеву с одной рукой. Да. Ну что, ребят, сегодня погода гораздо лучше. Вот такая вот, ну правда тянет вот оттуда дождик. Дождик тянется, тянется и скоро притянется к нам. Да, после вчерашних дождей вот сюда налило много грязи с реки, здесь речка проходит. Вот видно граница, прям грязная вода и чистая вода. Нет, таксисту всё нормально, там 600 рублей я дал. Он до сих пор стоит. До сих пор стоит, да? Слушай, надо было 500 дать, ехал бы, вчера уехал бы. Ну скажи, ему сказал, что зато он в фрикаде поставил. Хорошо. Он, ребят, таксист меня до сих пор ждёт. Никуда не уезжает. Надо отпустить человека. О, грязное море какое. Йодом пахнет. Ну вот идём мы вот на эту шкуну. Да, у нас день рождения, Саша. Сейчас будет... Подожди, ты не подождал, всё, все пришли. Эпическая пьянка. Вот этот бокал на 8 человек мы сейчас как выпьем. Один. Один, да. Привет, народ. Не прошло и три дня, как я выбрался вообще в саму Ялту. Чуть мы выехали. Заехали в магазин BRP Центр Крым. Передовой магазин в Ялте. По всяким водным фигурам. Нет, но я только для яхты, если надо. Для яхты на тросах натянули и всё. Вот это было хорошо, пыль не наш не надо. У нас один борт, площадь 170. Привет, Ютубу. Нам главное её поднять, чтобы посмотреть, какой нужен материал. На сезон мне. Не отразим. Ты на море. Вон рыбы. Медузы, рыбы всякие плавают. Вон рыбы. Ялтинский грузовой порт. Причал СКМ. И вон, ребят, стоит вертушка. Уже важен знакомая, на которой Мишка летал. Пока здесь базируется, скоро будет ангар стоять под неё. Моры, моры. Береговые укрепления. Зоопорта. Вот это наша? Где наша? Покажи. Рыбы. 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 Ну что ж, ребят. Вот этим Тельфером на воду спускают лодки, гидроциклы и всяких чертей, которые накосячат. Не понимаю, почему я сейчас на нём дышу. Но лодки подо мной нет, если вы не успели заметить. Гер, ну на тебе и это, и цемента на ногах нету, поэтому у тебя хороочный вариант. Ну да, так что я ещё имею шанс сплыть. Тут всё зависит от тебя, по твоим возможностям. Слава тебе. Это вообще на самом деле обувь. У нас смотровая площадка. Погружаем, Гер, погружаем. Э, тут кирают елки-палки и страшные. Могут до нового, кстати. Это рыба, рыба. Это невидимое, там очень много. Гер, аккуратно. Вон, много рыб, кстати, бычки всякие, там, ритки, наверное. Ты имеешь в виду, когда курили, бросали? Нет, морские, вон крабик есть. Гер, аккуратно, поднимаю. Ребят, ну что, поехали наверх, всё-таки меня прощают. Я же должен вам это видео на Ютубе. Всю жизнь мечтал, как в бриллиантовой руке, на качельке с перебинтованной ногой, в гипсе. Гер, ну если ты хочешь... А, с ногой тоже. Если ты хочешь, то мы можем тебе ногу сломать. Не надо. Такой реалистичности не нужно. Вот так вот. Ребят, вода просто холодная, я бы искупался с удовольствием. Но пока что-то нет особо желания. Ну что ж, вот такой вот свежий воздух в Ялте, который дурит голову, заставляет нас делать вот такие вот вещи. Кстати, приезжайте в Ялту, в грузовом порту есть аттракцион такой. Летом будет дорого, конечно. Там еще есть такая услуга, обрыв троса. Неожиданно. Незапный. Незапный, неожиданный обрыв. Фух. Покатался, зарядился адреналинчиком. Чего и вам желаю. Приезжайте в Ялту, смотрите, какая красота. Вот, ребятки, у нас какая будет лодка летом гонять. Три по 350. 36 посадочных мест. Движуха будет. Ух. Все, ребятки, поехали мы на ужин. Кажется, дождик опять собирается. Ну что, ребят, тут мы выбрались в рыболовный магазин. Велки. Сейчас ярые рыбокинцы подбирают себе. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Мы не против, мы их снарядим. Лишь бы все забрали. Отправим. Да, вот так же хотят стоять на пирсе и ловить рыбу. Выбрали. Две палки, две катушки. Сейчас нам подберут леску. Ставочки. Глаза. Жилетки. Да, жилетки, тубусы. Футболку такую яркую. Все сейчас выберем. Все будет хорошо. И подсачек для особо крупной ставриды. Возьмем сейчас такой маленький. А сколько вообще в Ялте магазинов рыболов? Вообще четыре. Четыре. Четыре, наверное. Такого размера, наверное, у нас самый крупный. Нет. Ну, вот, ребята, если будете в Ялте, это... Привет. Я шлю ключи, а? Магазин Зиуана. Да, футболка. Рыболовный адрес здесь какой? Боткинская 13В. Боткинская 13. Расскажи нам, как набираются ставки вообще. Ставки вяжут нам в основном ребята, которые сами увлекаются рыбалкой. То бишь, это делают местные наши жители. То бишь, ставки проверенные. То бишь, добавляют натуральное пиро делают. Добавляют люрекс, который предпочтительный для этого времени года. Потому что зимние ставки совсем другого плана. Более тонкие лески. Ну, и с меньшим оперением, скажем так. Потому что зимняя рыба не очень любит большое количество мишуры. До лета вяжут чуть больше крючок. Добавляют больше люрекса, больше блестяшек. Такая рыба уже не пугливая. Она активно кормится. У нее начинается нерестовый сезон. И как бы от этого отталкивается уже сам мастер. Камуфляж. А вот сейчас ты выбираешь для берега, для лодки. В чем разница? Для берега можно использовать более толстые лески. То бишь, для... Потому что вы делаете силовой заброс. Максимально дальний вам нужно сделать. Поэтому леска 0,20. 0,18 минимальная. Для лодки, не требующей силового заброса, выбираются лески более тонкого диаметра. Они более уловистые, я считаю. Ну, меньше сопротивление. Да, 0,16, 0,14. Груз также подбирается. Для берега нужно, чтобы груз тонул более медленно, в толще воды. Поэтому груза ставится 20-25 грамм до 30. С лодки, соответственно, вам нужно пробить глубиной. То бишь, всегда течение присутствует. Поэтому вам нужно выбирать груза более тяжелая. То бишь, от 60 грамм и выше. 60, 65, 70, 80 до 120 грамм. И еще, в зависимости от вида рыбы. Зимой у нас подходит селедка. Селедка очень любит, когда ставка проходит максимально быстро. Толщу воды. Поэтому ставят груза 120-130 до 150 грамм, чтобы максимально быстро проходило. И очень активные, амплитудные рывки. Доставить для этого не нужно. Можно меньше использовать веса, чтобы более плавно проходило. Она будет набираться так же потихоньку. И принцип рыбалки, то бишь, вы будете чувствовать по самому удилищу. Первый удар рыбки, допустим. Один, второй. Как начинает бить потихоньку, начинаете просто поднимать. Уже без рывков, без всего остального. То бишь, просто вытягиваете, рыбка постепенно набирается. Потому что, ну, самостат комментирует сайку малька. Вот эти стримерки навязанные, которые на основе. Это имитация малька рыбы. Ну вот вам, ребята, такие первые советы по рыбалке. по выбору снаряжения для ловли в Черном море. Там, Ставриду мало. Ну, на данный момент, да. Да, до Ставриду. Ну и, в принципе, сойдя в магазин, можете всегда получить интересную информативную консультацию, в принципе, как мы получили. Да, в любое время, в зависимости от времени года, у нас подходят разные виды рыбы. То бишь, у нас по осени это и сорган, луфарик. То бишь, луфарь-то вообще рыба уникальная, ну, как бы черноморская пиранья. Для нее там особые ставки, максимально толстые лески, огромные крючки. Хотя принцип тоже с оперением идет. Ну, рыбалка настолько увлекательна, что там не оторваться. Она очень бойкая, очень сильная, не то, что Ставриду. То бишь, она там начинает ставку водить. Ну, удовольствие получается. Там карабинчики и все. Вот так вот. Да, сейчас я подберу карабин и говорю, да. Да, сошел. Да, сошел. Это, правда, стальной поводок ставит, а что там и зубы. У него мелкие, но они не острые, как лезвие. Мелкие-мелкие. Он так бывает укусит за сок, допустим, как пиранья. Ну, да, то есть шнурок, наверное, реже. Нет, ну, в общем, кстати, очень вкусная рыба, очень мягкая. Ну, железо его очень пилкирают. Это, ребята, так называемая кирольская палочка. Да, кирольская палочка. Который позволяет не цепляться при манке, а, допустим, вот он встал, потянули, и он поволочился. Опять упал на дно. Опять поволочился. То есть он не идет, не волочится прям по самому днюю. Интересно. Ну, вот, ребята, все. Мы, в принципе, оснастились полностью для того, чтобы ловить ставридку из берега и с лодки. А ребята нам очень сильно помогли консультационно, помогли подобрать насадки, наживки, помогли подобрать снаряжение, оснащение удилища, катушки, лески. За что им большое спасибо. Так что заходите в магазин, если будете в Ялте, Дзывана, и приобретайте. Ну, и, наверное, вас еще ждет какая-нибудь скидка. Да? Всего доброго, ждем вас в гости. Приезжайте. Кстати, хотел бы пояснить, что название магазина Дзывана, вот как я узнал, это имя славянской богини охоты и рыболовства. Мне тоже самое интересное, я спросил у ребят. Ну вот, ребята, заряжаем в таком автомате телефон, штука вообще бестолковая. Один процент зарядки в одну минуту дает. То есть, вот, где один процент, ходится в три рубля. У меня просто шнурок на пауэрбанке, то ли порвался, то ли что, разрыв где-то, но не работает. Да здесь шнурками как-то пришлось заряжаться вот с такой штукой. Ну вот и все, ребят. Мы прилетели в Москву. Закончилось микро-путешествие по Крыму. Немножко было сумбурным, немножко непонятным. Было достаточно мало времени для того, чтобы снимать что-то на какие-то развлечения и прочее. Ну, что получилось, то получилось. Я все-таки туда не отдыхать ездил. Ездил немножко по делам. Ну и совместил полезное с приятным, что-то показал вам. Спасибо всем, пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь. Нажми на кружок. Спасибо. Пока.